Ассалома аликум, хамбаты до старт. Здравствуйте, дорогие друзья. Не осудите меня за такую обстановочку, да, такую полутемную, можно так сказать. Потому что, пользуясь моментом, стою, жду супругу. Вообще, сейчас прочитал на одной страничке интернета про возмущение папы Димаша, каната Айтпаева, насчет ложной информации, которая была недавно, я не знаю когда, опубликована каким-то лицом в Инстаграме, по-моему, о том, что Димаш приобрел за баснословные деньги, то есть 80 миллионов долларов, что ли, в Лондоне шикарный дом. Он написал, что это вообще такое, как говорят, такая ложь, клевета, это бесчеловечный позор, и я согласен с ним. Почему неизвестное лицо придает огласке такие вещи, я вот это тоже не могу понять. И то, что Канат Кудай-Вергенович заявляет, что это пахнет, как говорится, уголовной ответственностью, и я его абсолютно поддерживаю в этом. Уже, как говорится, кому не лень, хотят откусить, да, кусочек славы, ну, в виде того, чтобы там о них заговорили. Ну, вот он написал такое, и сразу же появился тот аноним, и который заявил, что вот он хотел привлечь внимание. Ну, теперь, походу, его тоже привлекут только к уголовной ответственности. Ну, как так можно делать? Честно говоря, меня почему вот это еще зацепило? Вы посмотрите, Димаш, это же эталон для подражания, что вот такое должно быть воспитание идеальное для наших детей, да, для будущих взрослых, юношей, которые становятся на путь жизненный. Ну, посмотрите, мы знаем, что, да, Димаш, он хорошо зарабатывает своим трудом, потом непомерным. Так он и вправе хоть что делать, по идее. Ну, вы посмотрите, вместо того, чтобы вы видели, чтобы он купил что-то там, на машине шикарное сделал. А сколько мы знаем таких примеров? Люди, достигая такого, да, начинают там, как говорится, жиру беситься, да, там, показухой заниматься. Ну, нет же, тут такого нету, абсолютно. Посмотрите, это о чем говорит, какое воспитание. Это вообще образцовая семья для, не нашей страны, а для всего мира. Вот такие у меня тоже кипят эмоции в связи с этим. Вот сколько их уже, да, вот, вспомните про того же Панасенкова. Ну, уже не знаю, как, действительно, наверное, привлекать к уголовной ответственности, чтобы не было потом повадно. Ну, все, на этом, дорогие друзья, все. Давайте, до скорых встреч. Салвунгздар, аурмангздар. До встречи.